Азербайджанец Недавно был свидетелем одной беседы, где азербайджанец настолько запутался в себе, что за полтора часа разговора кем только себя не назвал. Говорит, я наполовину грек, наполовину курт, но я азербайджанец, хотя высшая похвала, если меня и нас азербайджанцев называют турками. Задумайтесь, ребята. И эти индивиды без роду и племени пытаются сделать нас такими же, как они. Вот армянину высшая похвала, когда его называют армянином. Грузину высшая похвала, когда его называют грузином. Чеченца чеченцем и так далее. А азербайджанцу греко-курдского происхождения высшая похвала, когда его называют турком. Не знал, что назвать азербайджанца азербайджанцем – это низшая похвала. Ну что ж, турки так турки. Поэтому тема нашей сегодняшней встречи о народе, который сам себя отгеноцидил. Это уникальный случай в истории человечества. Причем не только отгеноцидил, но и изнасиловал. У меня факты и только факты. По пути можете обращаться к источникам и проверять каждое мое слово на достоверность. Это для того, чтобы не сравнивать меня с собой, не образованными и апологетами альтернативной истории. Речь только об истории, истории человечества, признанной всей мировой гуманитарной исторической наукой. Итак, поехали. В 1512 году на престол Османской империи вступил султан Селим Явуз. Что в переводе с турецкого «свирепый». Султан Селим действительно был кровожадным человеком. И после свержения с престола своего отца Боязеда II казнил семерых великих визирей, трех своих братьев и десятерых племянников. Селим Явуз был также ревностным мусульманином-богословом. К христианам Насара относился как Ахль-Аль-Китаб, людям Писания. Как и к ягуди, иудеям. Поэтому при его правлении на религиозной почве особо не страдали ни армяне, ни греки, ни евреи, ни ассирийцы. Но султан Селим Явуз был беспощаден к шиитам, называя их Ахль-Атфаль-Раджим, детьми проклятого, имея в виду шайтана. Поэтому первое, что сделал Селим Явуз после завладения троном, пошел на шиитов на восток. Начало 16 века. Уже более 100 лет как персидскую провинцию Азербайджан облюбовали туркменские или туркоманские, как их еще называют, племена близ озера Урмия и персидскую северо-западную провинцию Азербайджан. Это были кочевые и полукочевые племена Афшаров, Айналу, Карабапахов, Каджаров и прочих. Все эти племена были туркменскими и переселенными из Центральной Азии в Иранский Азербайджан с конца XIII и XIV веков. Они же и считаются отцами-основателями нынешних азербайджанцев. Это имеется во всех исторических учебниках у многих независимых авторов, в том числе у азербайджанских. Можете также ознакомиться. Итак, войска Селима Явуза нанесли сефевидам сокрушительное поражение, захватив Тебрис шиитскими туркменскими племенами, устроили им кровавую баню, доселе неведанную в старой части света. Селим Явуз не щадил никого, ни женщин, ни стариков, ни детей. Так, устроив в 1513 году жестокую резню шиитов, истребив 45 тысяч человек в возрасте от 7 до 70 лет. Все они, как понимаете, были предками сегодняшних азербайджанцев. Для 16 века это было внушительное количество людей. Позже османский путешественник 17 века Эвлия Челеби в книге «Путешествий» Затронет эту тему и дополнит, что кроме резни, войска Селима забирали в сексуальное рабство девушек и юношей. Девушки и юноши служили в гаремах, причем последние выполняли роль кули. Это и раб, и сексуальная игрушка в одном лице. Привет кулиевым! Кстати, из книг Эвлия Челеби нам также известно, что османы привозили себе юнош кули не только из шиитских походов, но и крымских. Подобно нынешних бача-базий в Афганистане, османы своих кули заставляли веселить господ извращенными хороводами и плясками. Такие хореографические извращения над кули назывались «эшджинселик» от корня «эш» – «супруг». Возможно, поэтому азербайджанцы греко-курдского происхождения считают высшей похвалой, когда их называют турками. Но и это еще не все. Свои похождения на предков сегодняшних азербайджанцев турки предприняли и в начале XVIII века. Султан Ахмед III снова пошел на предков сегодняшних азербайджанцев. На этот раз в Закавказье, где к этому времени уже весьма распространились их кочевые и полукочевые племена. Это событие ярко описывает уже академик Академии наук СССР Ольга Петровна Маркова в своем научном труде «Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке». В частности, она пишет. Еще большую нетерпимость, доходившую до человека ненавистничества, проявили турки в отношении азербайджанцев, мусульман-шиитского толка. Постановлением Чрезвычайного Совета Турецкого Правительства 6 августа 1722 года им была объявлена священная война. Три фетвы муфтия, опубликованные в связи с этим, призывали уничтожить мужчин и захватывать в рабство женщин и детей. Имущество шиитов объявлялось законной добычей турецких солдат. Командовавший созданный в середине 1725 года низовым корпусом князь Долгоруков, доносил в следующем году из Астрахани Верховному Тайному Совету, что разбежавшиеся при турецком нашествии басурманские народы, то есть азербайджанцы и шииты, продают своих детей русским и армянам вечное и временное услужение. Ну как вам высшая похвала назвать азербайджанца турком? Да вам высшей похвалой называться бы армянином. Они ваших детей спасали, когда ваши предки драпали от нынешних ваших братушек. И что мы сегодня видим? В отличие от армян, эти люди, не знающие ни рода, ни племени, просто наплевали на память предков. А причина как раз в этом, что армяне знают и помнят свои корни. Потому что армянин горд, когда его именно армянином нарекают. Ну а если речь о непомнящем родства Фоме Кулиоглы, то, конечно же, и собственный корень можно отрубить с самого основания. В 90-х войну выиграли именно армяне в честном контактном бою. Ни тогда, ни сейчас армянам никто на помощь не приходил. В отличие от Азербайджана, где в 90-х участвовали в войне против армян чеченские бандформирования, афганские маджахеды, переброшенные в Азербайджан Гульбиддином Хекметияром. Осень 2020 года. Во Второй Карабахской войне Азербайджан априори знал, что в подобном бою армян не одолеть. И снова прибегли к помощи извне. Турецким генералам и турецкому горному десанту. Плюс к наймитам из числа джихадистов. К этому всему прикрепили самое современное вооружение. А армяне как были в 90-х одни, так одни со всей этой сворой и остались. Не имея за душой никого. Даже толкового правительства. И при всем этом 44 дня войны и списки жертв с азербайджанской стороны довольно многочисленные. Каждый день я видел на экранах АС-ТВ фамилии погибших. Многие из которых даже возможно скрыты, чтобы не давать титул шахида. Результат налицо. Бывшие насильники своих кули вывесили флаг в Арцахе. Вот такова правда сегодняшнего дня. А армянам напомню, что несмотря на исход войны на коленях не мы, а они. Ибо после всего, что я вам поведал, именно они присели на корточке туркам ради нашего Арцаха. Но не мы. Арцах это сериал. Каждый раз новые продюсеры. И я уже догадываюсь, кто станет продюсером сериала Арцах 3. Привет кулиевам. Пока.